здравствуйте мои дорогие мои прекрасные подписчики на канале youtube я вас всех обожаю просто и знаете про что я буду сегодня рассказывать вы никогда не догадаетесь я буду рассказывать про то что сделает вас на дачном участке принцессами и принцами потому что мы на даче выглядим как огородные пугало я вам предлагаю посмотреть вот сюжет про то что у меня лежит на столе ветер правда дует тут не мешает посмотрите вот такой набор фартуков как прочно и красиво сшито ну просто я буду их убирать а вы смотрите внимательно фартук вот скромная женщина посмотрите не скромная женщина день с красными карманами зато карманы то какие и семена войдут булочка войдет здесь войдет помада с расческой видите да все одевается вот через голову все надежно и крепко сшито причем еще и клепки стоят это на долгие долгие годы мы же на дачу что ведем это называется на тебе боже что нам уже дома не боже и выглядим правда как пугало ну хватит уже а это для девушек да с голубой отделкой ну просто замечательное но я не знаю ну правда это вот вообще предмет зависти наших соседок я думаю что забор это некоторые попадают для того чтобы принести камину дров и чтобы это выглядело очень даже симпатично вот такой вариант есть переносная такая штука которая доставит вам удовольствие и не будет выглядеть знаете как мы носим дрова да они же бывают разные и очень некрасивые но такие переносные я даже не знаю как их назвать ласково помощники вот это дачные помощники когда все красиво тогда на душе радость и на даче не должно быть хлам я ну правда надоело это хламьё ну давайте жить красиво сложили дровишки взяли за ручки и пошли себе приплясывая на одну сторону можно в сторону соседа неженатого уже так а теперь у меня есть еще один вариант мужчины вы решили заняться строительством неважно теплица это баня это или вы там колотите что-то там на грядке вам нужна масса инструментов и гвоздей и шурупов и шуруповертов отверток посмотрите они все разного размера карманы все под застежку то что может высыпаться сюда можно и стамесочку отправить и она вам не нанесет никакого вреда гвоздики положите не вот еще один карман для гвоздей и шурупов видите как удобно и здесь в том же варианте хотя вот здесь вот уже прям карман здесь только лычка которая будет держать и если карман будет толсто набит все равно будет застегнута она очень правильно пришита здесь карман застегнется тоже в таком же варианте то есть вы можете насыпать много и застегнуть и то есть вот это количество все время будет в кармане и выпадать не будет значит это пояс он прекрасная у него карабины, которые застегиваются, и вы уже ничего не потеряете. И он с вас не спадет. Оставляем его здесь и смотрим дальше. Как вы думаете, это для чего? Ну, конечно, это для инструментов, которые должны быть под руками. Здесь могут быть и гвозди, и шурупы, и пассатижи. То есть вы насыпали, поставили, и колотите забор. Нет ничего страшного, если вы переставите, это все легко стирается, если вы хотите знать. Помощники бывают разные. А если вам не хочется наклоняться, тогда на пояс можно одеть вот такой карман. Причем здесь, видите, отделение, так же и стамески, и отвертки, и шуруповерты, и сверла к ним можно положить в карман и под шлевочку. А сюда проденется просто пояс, можете на бок, можете впереди. Это как вам уж захочется. Ну, в таком варианте вот есть кармашек. Ну, я бы, например, на свой характер повесила это на стенку. Представляете? Ну, все время надо что-нибудь, даже расческу. Вот именно эту, именно эту щетку. Пусть в этом кармане будет все, что вам сегодня надо. Здесь очень хорошее сделано, видите, заклепанное, как они называются правильно, господи, боже мой. Ну, короче, помощники на ткани. Можно продеть веревочку, можно прикрутить шурупами с большими головками. То есть, и на стену, и на пояс вы можете это совершенно спокойно сделать. Значит, ну, это еще не все. Вы пошли строить теплицу, собирать ее, и вам понадобится, разумеется, такая сумка, куда войдет, вот смотрите, сколько карманов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь карманов, куда можно отправить вот те инструменты, которые не выпадут, и вы не потеряете. Сюда в середину и шурупы, ну, и, например, шуруповерт, потому что это удобно очень. Поставили, у вас все на месте, вы только крутите и достаете то, что вам надо. Это помощники наши. Мы же, господи, банку взяли из-под селедки и с ней носимся по участку. Это же неправильно. Есть вот такой вариант, такой же сумки, она побольше. То есть, если инструменты побольше, ну, например, дрель какая-то, ну, не знаю, даже перфоратор очень удобно. Знаете почему? Вот когда нет таких помощников, поставили шуруповерт и заткнулись за него. Вы всегда должны помнить, у меня стоит специальная сумка. Здесь шуруповерт, здесь у меня там еще что-то такое, дрель какая-то, а здесь у меня в карманах разложено все, что сейчас мне понадобится. Можете булочку сюда положить, даже если есть захотите. А вот это что такое, как вы думаете? Да. Вот это настенный карман. Вы можете в мастерской его повесить. И это очень удобно, потому что иногда в мастерской, когда вы заняты какой-то работой, делаете какие-то деревянные плашки, что-то собираете. Ну, не всегда в кармане удобно. И есть инструменты, которые не требуются ежесекундно. Поэтому они должны быть разложены очень аккуратно, вот в подобном кармане. Нет ничего проще прикрутить три шурупа. Причем, если повесите на один, если бы так сшили, да, он бы у вас обвис. Поскольку их три на одном уровне, это будет ровно и очень красиво. Вот красиво мы не понимаем. Мы на дачу стащим все, что в доме не нужно и будем носиться с этим еще 50 лет. Это что, у вас две жизни? Да? Нет, дорогие мои, у вас одна жизнь. И пусть она будет красивой. Но это еще не все. Я еще не все выложила. Не надо никуда бежать со всех ног. Вот еще подобный карман. То есть, выбирая себе что-нибудь этакое для мастерской, вы должны понимать, что это. Вот это можно одеть на ремень. И это прекрасный карман. Можете впереди, можете сбоку. И здесь есть опять под липучкой есть карман для гвоздиков, для шурупчиков определенного размера, который вам требуется именно сейчас. Не надо перегружать и ходить, чтобы у вас этот карман отвис до пятки. Это неправильно. Есть вот в таком исполнении. Посмотрите, как все удобно сделано. Причем карманы, они сшит это очень правильно, а не со складкой. Если бы он был вот такой, и вы вставили бы туда что-то, да, даже пассатижи, ну, некрасиво все натянулось бы. В данном случае, учитывая, что есть вот эта складка, карман-то выглядит вот как. Он большой, и все будет красиво, и ничего, выпадывать оттуда не будет. Или выпадать. И этот карман сшит точно так же. Вы можете продернуть веревочку и повесить, где вам хочется. А можете просто шурупы. И всегда будет прямо, ровно и красиво. Послушайте, у нас такая жизнь короткая. Нам же немного осталось. Ну, давайте, она у нас будет красивая. Ну, что мы всю жизнь в этом вот, во всем. Я прям не знаю, как это обозвать. И не надо мне кричать, что мы не хотим смотреть рекламу. Реклама будет на нашем канале. Голова садовая, вот она, вот она красота. Тогда и там красота будет. Организуйте себя вот там внутри. И вот этим тоже. Это же все просто. А я вам еще кое-что покажу. Посмотрите, что у меня в руках. Какая красивая картинка. Что, думаете, Новый год наступил? Ага. Вот я догадалась третьего раза. Но когда догадалась, так обрадовалась. Потому что, знаете, много чего для садоводов придумано. Но вот такое я увидела в первый раз. И как-то сердце мое трепетно забилось. Потому что каждый раз ты говоришь себе, этот куст надо прикрыть. Потому что он прям подвержен вымерзанию. А чем надо прикрыть? Какой-то плотной тканью. Которая бы что делала? Дышала и пропускала влагу. Или не пропускала ее много. Вот я всегда думаю, укрывной это хорошо. Ну, сесть и сшить какие-то там колпаки для растений. Ну, честно сказать, нет ни времени, ни сил. Как вы думаете, это новогодний костюмчик? Правда мне идет? Не угадали. Это колпак защитный для растения. Какого растения? Да любого растения, который требует защиты от ветра, от мороза. Когда приходит осень, да, и мы начинаем ломать себе голову, а чем же укрыть молодую яблоньку? Да, она еще невысокая, но оставить ее без защиты нельзя. она не там не наелась, не напилась и не может противостоять морозу, холоду, даже вредителям, которые будут мимо пролетать стадами просто. Вот эти колпаки, во-первых, они дышат, во-вторых, лишняя влага, она и не нужна на ветках, она нужна в корневой системе. и одев вот это замечательное, это тюлень, по-моему, с бородой. Смотрите, чтобы укрыть смородину, ну, молоденький кустик, ну, что делать, он же может замерзнуть, а ведь есть очень ценные породы таких растений. Посмотрите, и натянув там резинку, а она там есть, я вам ее показала, вы совершенно спокойны. Кстати сказать, вот немножко я неправильно начала, если поставить туда палку около куста смородины, да, ну, такой высоты, как вот этот чехол, защитный чехол это называется, если поставить палку, то, естественно, он будет стоять крепко, а можно еще вот здесь ее зафиксировать и затянуть резинку там снизу. Никто никогда это не снесет. Я почти на каждом участке вижу растресканную кору. Это от чего происходит? Это морозобоина, никак не защищено молодое растение. Понимаете, о чем я? Поэтому рекомендую вам такие колпаки, причем они прелестные, они не портят сад, они украшают его. Смотрите, сейчас я одену другой чехол, и ваше сердце развеселится. и очень хочется сказать, что чехлы-то разного размера. Не забудьте, что туда нужна палка, потом затягиваем вниз, и у нас получается такой прелестный, ну, я думаю, что это барбос. Это уже для немножко большего куста или деревца, а вот здесь у меня, а здесь вообще сказка просто, а это для большого дерева, и это можно использовать и для туи тоже. И по размеру, и по форме это все совершенно соответствует. Скажите, пожалуйста, вот в мае месяце мы пережили снегопады, морозы, и на днях опять заморозок. Вы чем спасать будете, молодые деревья? Подолом прикроете? Нет, вот такими чехлами. Они готовы, они веселые, они создают настроение в саду. Я думаю, что все соседи удивятся, скажут, ничего себе, Иванова-то каких купили, и я такое хочу. Ну, на этом пока все. Субтитры сделал DimaTorzok